Карта о кластерном развитии регионов Беларуси, которую представило Министерство экономики, позволит, по мнению экспертов, отечественным и зарубежным инвесторам наглядно оценить потенциал и уровень самоорганизации бизнеса в различных регионах страны. В числе действующих IT-кластеры города Минска на базе научно-технологической ассоциации Инфопарк и ПВТ, медико-фармацевтический кластер Витебского региона, кластеры в области приборостроения, биотехнологии и зеленой экономики. О перспективах кластерной экономики расскажет наша рубрика «Экономика дня» с Андреем Лоптенко. Спасибо, Лена. Дорожной карте кластерных регионов нашей страны на самом деле перспективных направлений более чем достаточно. Деревообработка и мебельная промышленность, ветроэнергетика, туризм и оздоровление, легкая промышленность, сельское хозяйство и лесное хозяйство. Список перспективных сфер для региональных производственных цепочек. По оценке международных экспертов, кластеризации уже охвачено около 50% экономик ведущих стран мира. В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, превысила 60%. В Евросоюзе насчитывается свыше 2000 кластеров, в которых занято около 40% рабочей силы. В Беларуси объявлен конкурс для малого бизнеса. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей по 1 июля принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестпроектов для получения государственной финансовой поддержки. В числе условий – резидентство Беларуси и наличие права на получение финансовой господдержки. В приоритете – экспортно-ориентированное производство, импортозамещающая продукция, энерго и ресурсосбережение, внедрение новых технологий. Иностранные инвесторы избавляются от американских ценных бумаг. Продажи наблюдаются уже рекордные по длительности отрезок времени. В Великобритании активный покупатель в апреле возглавила список продавцов, продав облигации на сумму свыше 16 миллиардов долларов. Среди продавцов также Японии, Ирландии и, разумеется, Китая. Но главным новых данных – то, что иностранцы продавали американский госдолг в течение рекордного 12 месяца подряд. Между тем, противостояние двух крупнейших экономик мира, которое длится второй год, начинает болезненно отражаться отнюдь не на экономических сферах. Так, торговая война ударила по китайским студентам. Согласно статистике, Поднебесные многие компании сокращают набор сотрудников среди выпускников высших учебных заведений. Это наблюдается в цифровом секторе и финансовом. При этом отмечается, что общая ситуация с занятостью в этом году является относительно стабильной. Компания Boeing в первый день авиасалона Le Bourgeois осталась без заказов на свои самолеты. Между тем, ее конкурент Airbus сообщил о заказах и опционах на 123 самолета. В Boeing заявили, что на этом авиашоу нет задачи собрать как можно больше заказов. Важная цель – восстановление репутации и возвращение 737 MAX в воздух. Напомню, полеты самолетов модели 737 MAX приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. Не в лучшей форме и европейские авиаперевозчики, акции которых рухнули из-за Люфтханса. Накануне по итогам торгов акции немецкой авиакомпании подешевели почти на 12% причина – снижение собственного прогноза из-за жесткой конкуренции со стороны бюджетных авиаперевозчиков в Европе. У меня все. Спасибо. Это была «Экономика дня» с Андреем Лоптенком. Продолжение следует...